Привет, меня зовут Егор Попов и это видеообзор новостей ситисах.ру за неделю. Андрей Лобкин ушел с поста мэра Южного. Сахалинский спортсмен-паралимпийц против министерства. И суперобзор предстоящей Олимпиады в Сочи. Об этом прямо сейчас. Поехали! И сначала, конечно, главная новость недели, а то и месяца. Андрей Лобкин освободил кресло мэра Южно-Сахалинска. Андрей Игоревич ушел, причем всего за полгода до выборов. Спрашивается, зачем нужна была такая спешка? Вообще, спекуляций на эту тему множество. Вспоминали и информационную атаку, и скандал с семью домами в Сан-Франциско, оформленными на его супругу. Андрей Игоревич Лобкин. В действительности, мэр ушел строить аэропорт. Пост мэра. Тем более, эта тема ему близка и знакома. Ему это предложение губернатор Александр Хорошавин сделал. Думаю, когда тебя губернатор о чем-то просит, выглядит это примерно так. Я сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться. Слухи вокруг ухода до сих пор крутятся. Что будет новым мэром, это разговор отдельный. Следите за новостями на портале и читайте подробности об уходе по ссылке. Не так давно общественность будоражила сообщение о том, что сахалинский спортсмен едет на Паралимпиаду в Сочи. Знакомьтесь, это Кирилл Финкельман. Кирилл единственный спортсмен в мире с диагнозом ДЦП, который освоил сноуборд-кросс. И он будет представлять Россию на Паралимпийских играх. И вроде бы все здорово. Гордость за нашу область. Но, как оказалось, существуют проблемы. Министерство спорта не оплачивает поездку его отцу, который выступает сопровождающим спортсмена. А без сопровождения Кирилл по понятным причинам обойтись не может. Кроме того, министерство почему-то не выделило деньги на проживание в Москве. Видимо, решив, что Кирилл и без них справится. В итоге деньги пришлось собирать всем островом. Мы пообщались с Кириллом, который полностью обрисовал, как сейчас обстоит ситуация. Об этом по ссылке. А теперь о главном событии не сахалинского, а мирового масштаба. Арест Жастина Бибера? Нет. Павел Дуров продал свою долю во ВКонтакте. Тоже нет. Олимпиада в Сочи? Вот именно. Когда вы будете смотреть этот выпуск, Олимпиада в Сочи, скорее всего, уже начнется. Мы подытожили результат нескольких месяцев томительного ожидания и написали супергодный и содержательный материал об играх. Там вы найдете инфу о факелах, которые, кстати, должны были выдержать падение в сугроб и даже небольшой ураган. В материале вы прочитаете об эстафете, о реакции мировой общественности и даже найдете мнение клуба экспертов ситисах.ру по поводу самого масштабного события последних лет в мире спорта. Обзор вообще получился очень крутым и подробным. Я очень рекомендую вам его прочитать. Ссылку вы найдете под видео. На прошлой неделе мы предложили репостнуть наш пост-видео во Вконтакте, чтобы принять участие в розыгрыше билета на Максим. Мы запустили генератор случайных чисел и билет достается Анастасии Закировой, с чем мы ее и поздравляем. Это был Егор Попов. Ставьте под видео лайк, рассказывайте о нем своим друзьям, подписывайтесь на наш канал на YouTube и будьте счастливы. Будет новая неделя, будут и новости. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok